Мокро. Ладненько, мокро. Поедем мы на базар. Там там куры ходят молодые. Яблоки-трухи обсыпались. Да, скажи, Ника, едем мы опять. Тем в деревне не очень много, поэтому вчера посмотрел на себя через объектив от парада. Думаю, может как-нибудь появиться в эфире. Но нет, вы знаете, ребята, это ужасно. Вообще в возрасте есть, конечно, самый главный минус, что ты ощущаешь себя, в общем-то, нормальным человеком. Руки-ноги на месте, шустрые. Но, блин, зеркало уже начинает сильно не нравиться. Я поэтому, когда показывают «Минск. Мир» какой-нибудь, ну, я люблю смотреть про Минск, всякую вот эту молодежную ерунду, но заодно и посмотришь, как там наш любимый город живет, да. Вот. И когда я вижу, как полностью там эти квартиры-студии у них сейчас называются, да, то есть такая убогая квартирка, где все совмещено, еще и облеплено зеркалами. Вот эта мода из 90-х, когда делали типа евро-ремонт. Вот, мне везет до трактористов, как-то не крути. Хотя иногда на велосипеде видишь, вообще их не видно. Хорошо, что у нас они дисциплинированные, милые такие. Я, кстати, вчера ехал вечером из магаза, и вот тут вот как раз вот выскочила коза. Да, жалею, что я вообще всегда говорил себе, что надо включать камеру. Но тут дал маху я, не было у меня. Были интересные кадры, она остановилась, посмотрела на нас с Никой. Мы притормозили, потому что ехали не быстро. Я почему, собственно, всегда и мне не нравится, когда люди летают по дороге, по нашей. Ну, потому что потом видишь этих раздавленных ежей, ужей. Конечно, для некоторых это фигня, но мне как-то жалко. Экология все-таки как-то не крути. Вот, а сейчас мы едем. Я на днях хотел вообще кинуть это дело. Но я посмотрел несколько своих опусов. Ну, таких. Конечно, фильмы у меня, получается, детские. Но, тем не менее, из них, по крайней мере, можно вынести реальную картину такой средней белорусской деревни. И как бы не захолустье, не хутора какого-то, где вообще задница. А вот такой вот более-менее деревни. Где есть скорая помощь своя, допустим. Вот, пожалуйста. Есть своя ветеринарная служба. Костел красивый есть. Ну, то есть такое местечко. Не какая-нибудь там это центральная усадьба колхоза, который пришел в негодность. Там ни клуба, ничего. Тут все-таки я, когда место выбирал, я смотрел, чтобы было какое-то место с центром притяжения, а не просто заехать в какую-то глухомань. Глухую глухомань. Глухая глухомань это тоже, я вам скажу, еще палка о двух концах. Потому что, когда ты молодой и бодрый, и ты еще можешь крутить педали велосипеда, или там у тебя машина нормальная, это одно дело. Но когда ты уже в возрасте, у тебя все твои дети съехали в Минск, а ты стоишь на крыльце дома, который за, пускай даже за пять километров от этого самого, от магазина, и тебе хочется попить молока какого-нибудь, или пива, да или водки просто хряпнуть. Но ты понимаешь, что для тебя эта задача практически неосуществимая. Я впервые, кстати, снимаю так, в нагло еду, просто и снимаю. Вот такой базар у нас, представляете? Дошло до чего. А мне тут пишут иногда. А чего вы не продаете? Где продавать? Базар должен быть четкое, организованное место, куда может прийти любой нормальный человек, бабушка, дедушка, я, и продать те помидоры или огурцы, которые он вырастил на своем участке. Они мучатся вот так вот, непонятно как. Так, ладно, я пошел за сыром. Где-то стану так, чтобы меня не зацепили с техникой, пойду я за сыром схожу. Цель, то есть нашего визита, как раз это. Все, пока. Пока. Сырный контент у нас. Сыра на две недели добрали. Недорогого. Никто охраняет его. Базара никакого. Мало того, что дождь. Так еще и по растолклившую дорогу туда, я не знаю, кто это додумался до такого. Да, велосипед это серьезное дело. И кто выжил на велосипеде, тот долго живет. Особенно в деревне. Ох, люблю я послушать, послушать иногда. Интересно, не банят за вот это вот. Ну вот базарчик такой. Кто наблюдает, видит. Распахали транспортом всю эту площадку. Не хочу я, конечно, не жаловаться ни на кого. Но вообще могли бы местечко для базара сделать такое святое. Чтобы человек приехал спокойно и мог купить, продать. А не бегать по грязи. Гуляйте пешочком, прогуливайтесь обязательно. Это очень полезно. Ири-ди-ди-ди. И кругом. Подъехать и отъехать проблема. У нас всегда. хоть иногда на велосипеде и будьте здоровы. Сейчас захотелось закончить это. Хочется, понимая, что... Ладно, выключу эту и слуху радиус ФМ. Терри-ди-ди-ди. Собачки. Ну вот, выбрались мы на оперативный простор. Такая дорога, не поймешь, я поставил себе уровень, горизонт. Он постоянно кивается в разные стороны. Ну вот, основная. Должен же быть ритуал какой-то. Да, вот у нас ритуал от покупки сыра недорогого. Но вкусного, кстати. Сыр такой прикольный. По-ставски. Аисты летают сверху. Не буду я уже вылазить, снимать. Вон один стоит прямо разговаривает с человеком. Интересная вообще птица. Все, сегодня вторник. Жизнь начинает без ключов. Люди открываются лапки. Ну, я смеюсь, частный магазин. И уже можно что-то спокойно купить нужное. И базар. Обычно базар был всегда такое место, куда все стремились. Ну, не знаю, может, может, он не надо уже считается. Как-то, честно говоря, ладно, не будем по-грустным. тут у нас такой типа ураган был, но я смотрю, что ничего сильно не попадало. вот такая пошел поговорил я с людьми там в очереди и что-то запал на съемку и на разговоры у меня пропал. Я сюда ехал как в той песне. Мы туда колесили с потехами, вот крутили, снимали кино. А когда вы обратно ехали, только молча смотрели в окно. Ну, вот так где-то. Где-то вот так. Не знаю, какая будет погода. Пока вроде ничего, не холодно. сейчас можно на рыбалку выбираться, но опять же рыбный гид показывает, что давление низкое, клево не будет. А как-то когда не было всяких этих программ, да, было проще. То есть вышел, плюнул, ага, ну, вроде ничего. Собрался, поехал. Что-то ты поймаешь. А сейчас когда ты открываешь одну эту страничку, вторую там написано, Жене клево не будет, как-то неохота ехать. Ну, и дождь. Вчера я тоже собирался, а потом дождь как? Как? Ну, короче, вы поняли. Вот такая получилась небольшая поездка. Даже не знаю, ожидал чего-то. Хотел знакомых встретить, никого нету, настроение ухи. Так себе после выходных. После выходных. Ну, так, такие последствия мелкие. Хорошо, что... Я доволен, что наши березы пока выдерживают. Хотя одна меня очень напрягает. Она такая наклонная, толстая, там, я не знаю, сколько тонн весит это дерево. Береза вообще тяжелая. Она, если на дом ляжет или на линию электропередач, будет, конечно... А вот кому пожаловаться, непонятно. а самому платить за каждое дерево арбористам это, я вам скажу, тоже не пять копеек. Да, по поводу яблок. Я... Подпереть, конечно, их надо, но я, с одной стороны, думаю, если суки выдержат, я буду знать, какие суки прочные. Мне она, как бы, Антоновка это не надо, она все равно вся останется наверху. Хорошая. Опа. Поэтому я пока не подпираю. Скорее всего, что вот эти вот нижние попадают, они все равно поднимут. Да, я их обрезать буду еще. Ну что, сторож? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.